Добрый день! Сегодня я познакомлю вас с редким, но очень интересным ответвлением варианта Виновера за черных во французской защите, где от играющего черными не требуется слишком много рисковать для получения хорошей позиции. Сегодня на турнире в Марокко была сыграна очень интересная партия, где за черных играл гроссмейстер Панкратов, а за белых София Мье. Простите за мой французский. Не могу уверенно произносить. Давайте смотреть. Очень интересная партия. Итак, начинается все как обычно. Французская защита. Е4, Е6, Д4, Д5, конь С3, слон Б4. Вариант Виновера. Е5, С5, А3, слон С3, БС. Ферзь С7. Начинается что-то интересное. Главный ход здесь конь Е7 в этой позиции. И часто в ответ на Ферзь Ж4 черные идут на такую острую жертву пешки. Так называемый вариант отравленных пешек. Здесь, конечно, черт и ногу и голову сломят. Очень-очень много теорий, очень-очень много ловушек. Поэтому многие игроки за черных пытаются уходить куда-то в сторону. Потому что конечная оценка по компьютеру в пользу белых. Но это все еще надо выучить, запомнить тяжело. Поэтому многие сильные шахматисты играют Ферзь С7. Опять же, на ход Ферзь Ж4 ничего не мешает ходам конь Е7 перейти к тому же самому варианту отравленных пешек. Но не для этого черные играют Ферзь С7. Ход Ф6. Этот ход капельку интереснее. Хода Ф5, как играл Ботвинник в матче на Переса Мира с Талем. Чуть-чуть интереснее. Почему? Потому что перед белыми ставится больше проблем. Взятие на Ф6 черных не волнует. Потому что конь очень хорошо развивается на Ф6 и идет затем на Е4. А вот на ход конь Ф3 происходит закрытие позиции и перевод Ферзя на Ф7. Ферзь перешел на Ф7 тогда, когда белые создают угрозу хода ЕF. В чем угроза? Давайте представим, что черные пошли конь С6. Белые играют ЕF. Нападение на Ферзя, кажется, есть промежуток. Ну, промежуток действительно есть, только у белых тоже есть неприятный промежуток. И эта позиция оценивается в пользу белых, поскольку у них и преимущество двух слонов, и у черных слаба пешка Е6. Да, еще и линия Аш открылась. То есть и по пешечной структуре, и по активности фигур у белых сплошные плюсы. Играть такое черными очень-очень больно. Поэтому Ферзь переводится на Ф7. Вот, собственно, вся суть этого варианта заключается в ходах Ферзь С7, С4, Ферзь Ф7. Да, ну, и пешка Е6, естественно. Белые бьют ЕФ, если они бить не будут. Тогда черные спокойно завершают свое развитие. Коня на Е7 ставят, могут пойти в рокировку. Все у них будет очень-очень неплохо. Поэтому главный вариант здесь за белых вскрыть игру. ЕФ, ЖФ, конь Аш4. Белые играют самым точным образом. Я сам этот вариант очень любил играть, где-то до 2013 года. Когда меня от этого варианта отучил гроссмейстер Кокарев. Отучил довольно жестоко. Поскольку здесь вот как раз он проводил план с ходом слона Е2. А я был молодой, глупый, доверял компьютеру, не доверял идеям. И на компьютере высмотрел расстановку конь С6, пешка Е5. Ну, или конь Ж6, пешка Е5 в тех или иных конструкциях. То есть, шел против главной, можно сказать, идеи игры черных в закрытой позиции. Не открывать позицию, когда у соперника преимущество двух слонов. Однако, гроссмейстер Панкратов здесь придумал очень интересную и точную расстановку. Вместо очевидного хода конь С6, делается чуть менее очевидный ход слон Д7. В чем суть хода? Дело в том, что на ход Ферзь С6 очень неприятны разные вариации вторжения Ферзя в лайк. Либо прямо на этом ходу, либо через несколько ходов после рокировки белых. Почему? Потому что тут слона не развить. Коня на Ж6, конечно, развить можно, но тоже не все там, слава богу. У черных слон Д7, ход капельку точнее. Теперь ход Ферзь С7 не имеет никакого абсолютного значения. Почему? Потому что черные спокойно развиваются. Слона ставят на С6, коня на Д7. С развитием никаких проблем. Белые, не муту стоя лукаво, нападают на коня. Конь уходит. Слон С7. Кажется, что у черных проблем. У белых преимущество двух слонов. У черных короля вообще некуда деть. Никакая рокировка невозможна, но ладья Ж8. И вот опять же, почему важно понимать идею, суть позиции, а не опираться только на компьютерные варианты. Попробуйте задуматься. Поставьте видео на паузу и попробуйте придумать. Здесь самый интересный ход за черных. А теперь, когда вы сняли видео с паузы, я вам расскажу, в чем разница между компьютерным и человеческим мышлением. Компьютер предлагает ходы наподобие Е5. То есть идея подрыва Е5 в той или иной редакции. Понятно, что здесь это сопряжено с жертвой пешки. Но вроде как, если эту жертву побегут принимать белые, то соответственно у черных все хорошо будет. Но я сейчас утрирую вариант. То есть это может быть не по всем первым линиям. То черные вроде как могут наладить безопасность своего короля. Однако позиция открывается. Пешка Д5 слабоватая. На Б7 тоже не все, слава богу. И играть такое тяжело. А что придумал здесь гроссмейстер Панкрат? Он придумал здесь ход короля Ф8. Компьютеру этот ход не очень нравится. Оценка плюс 07, по-моему, или плюс 08 по компьютеру. Но в чем идея? Запомните эту интересную идею о французской защите. Король совершает такую искусственную рокировку, пользуясь закрытым характером позиций. Ничего, абсолютно ничего нет скрывается здесь в игре у черных. Король собрался идти G7 и на H8. Рокировка. Король G7. Слон G4. Король H8. Все. Теперь у черных нету никаких проблем с безопасностью короля. И они плавно переходят в атаку. Открытая линия G. Какой-то пешечный перевес в центре. То есть, E5 можно в дальнейшем где-то рассчитывать. Белые вынуждены потихоньку защищаться. Дальше следует размен не самых активных фигур. Конь на E7. Был не при делах. Слон идет на G3. И F5. Такая острая реакция провоцирует довольно значительный размен фигур. Взяли белые. Черные взяли пешкой. Соединяют свои пешки. Открывают лидию H. Теперь у них хорошая пешечная структура. Слон E5. Взяли конем. И переход в Эншпель. Ну, от перехода в Эншпель белые защититься не могут. Потому что у них слон под боем. Взяли, взяли. Слон убежал. Ладья C8. И вот черные попали в довольно приятный Эншпель. Может показаться, что у них плохой слон на D7. В то время как у белых слон вроде бы хороший. Но, к сожалению, для белых их хороший слон никуда не стреляет. Вся его стрельба сосредоточена на пешку. Защищен на другой пешке. То есть, по сути, бессмысленно. А вот у черных есть замечательный план. Они могут попробовать организовать прорыв на ферзевом фланге. Вообще, чтобы правильно оценить закрытую позицию, нужно посмотреть, какая сторона ближе к проведению пешечного прорыва. И вторжению в лагерь соперника после этого прорыва. Прорыв черных вполне себе заметен. B5. А5, где-то ладья B8, подготовка хода B4. Прорыв, который могли бы здесь совершить белые, ну, невооруженным взглядом заметить очень тяжело. И, честно скажем, его и нет. Давайте посмотрим, как развивалась партия. Будем смотреть не до конца, потому что в партии 80 ходов. И последние, наверное, ходов 30. Это мучение белых без пешки. Но посмотрим, как позицию с лучшей пешечной структурой черные довели до технической позиции с лишней пешкой, которую оставалось только реализовать. Ладья B1, ладья B8. А4. Важный, кстати, ход А5. Дело в том, что кажется, что пешка вроде бы отрывается от коллектива. На самом деле нет. На самом деле на нее напасть практически невозможно. Ладья B5 невозможно поле под боем. Ладья B6 толку нет, потому что на А6 ладья никуда не пойдет. В то же самое время пешка А4 зафиксирована под боем слона надолго. То есть ладья А1 будет всерьез думать о том, куда ей ходить. Король F6, улучшение короля. Дальше атака пешки. И открытая линия. Открытая линия нужна черном для чего? Для того, чтобы втокнуться в лагерь к белому. Ладья B6, слон C6. Ладья E8, король G2. Король F6, ладья E5. Это, наверное, ошибка. Почему? Потому что ладья большую часть партии в итоге здесь и простояла абсолютно без дела. То есть ладья на E5, да, привязывает черные фигуры к защите пешки E6. Но не то, чтобы это было сильно страшно. Король идет на E7. Король F1. Ладья G8. Плавно начинают создаваться угрозы. Угрозы вторжения в лагерь. Черных. Где-то, может быть, король переведется на D7 или на D6. Где-то, может быть, пешка F пожертвуется за вторжение в лагерь. Ну, белые решили от ДХ подальше ладью убрать. Бить пешку на A4 пока нельзя. Пешка B7 висит. Король D6. Ладья E1, ладья G6. То есть черные аккуратно все защитили. И белые тоже вынуждены в итоге перейти к защите. Дальше черные залезли в лагерь. И здесь белые, можно сказать, дернулись. Почему дернулись? Буквально там через сколько получается ходов? Через несколько ходов у черных уже была лишняя пешка. Давайте мы посмотрим, как она возникла. А потом вернемся в эту позицию. Я покажу, какой план черных был бы в случае, если бы белые не дернулись. G4, FG. Ладья A6. То есть никогда не забываем защищаться, даже когда атакуем. Ладья G4. И дальше каждая черная ладья решает помучить белого слоника. Ладья F4. Убить на B7 плохо. Угроза съедения на F2. F3. Защита. То есть вызвали ослабляющий ход. Сами все защитились. То есть у соперника вызываем ослабление. Сами же защищаемся. Ни в коем случае не идем на размен пешек. Слон A4. Ладья B7. Соперника в свой лагерь пропускать не стоит. Король F2. Ладья G6. Вот уже началось приставание к слону. И приставание закончилось выигрышем пешки. И как несложно заметить, пешку A4 тоже ждет не самая легкая, не самая приятная судьба. И где-то через 35 ходов черные в этой партии победили. Давайте напоследок посмотрим, как бы черные пытались побеждать в случае, если бы белые стояли на месте. Если бы белые стояли на месте, черные, наверное, стояли на месте, подразумеваем ходы туда-сюда королем. Король E3, король E2. Черные, скорее всего, создали бы угрозу хода ладья G3. В случае король E2, тут ладья G3 выигрыш в пешке. И, соответственно, если бы стояние белых продолжалось в виде ходов туда-сюда ладьей, план игры на победу довольно простой. Защищается пешка E6, скорее всего, ходом ладья G6. Дальше переводится король в район поля A6. И, как я уже говорил, закрытая позиция часто определяется, перевес закрытой позиции часто определяется тем, какая сторона может провести пешечный прорыв. Соответственно, здесь прорыв проводят черные. И, сочетая угрозу движения пешки А в ферзя, конечно, она дальше в пуля A4 не уйдет, но все же, и угрозу вторжения своей ладьей по линии B, то есть, ну, тут A4 какой-нибудь ход, там шаг, отошли, полей вторжения практически нету у белых. Если они побегут вторгаться сюда, они все равно ладья A8 шаг не поставят, и черная пешка просто убежит в ферзя, да? Если же они выбирают стратегию держать поле A3 под бам, чтобы пешка не двигалась, то уже вполне себе благополучно. Ладья переходит на B8, заходит на B2, и все равно все дело рано или поздно закончится выигрышем материала, выигрышем слабых пешек у белых. Вот такая поучительная партия, вот такой поучительный вариант с ходами. Ферзь C7, F6, C4 и Ферзь F7. Надеюсь, было интересно. Всем спасибо. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok